Всем привет! С вами Диана Лауши. Совсем скоро Новый год, поэтому в сегодняшнем выпуске рубрики Channis Please мы с вами выучим полезные фразочки про Новый год, а также я расскажу вам, что стоит подарить китайцу, а чего дарить ни в коем случае нельзя. Погнали! Здесь мы будем рассказывать о самых трендовых, полезных, современных китайских выражениях и словах. Вы наверняка знаете, что китайцы отмечают свой Новый год, который обычно проводится где-то в феврале или в марте, однако ничто не мешает им отметить и наш Европейский Новый год и поздравить друг друга с этим праздником. Предлагаю для начала выучить, как же по-китайски сказать Новый год. Тут все просто и логично. Новый плюс год. Син-нен. Син-нен. А теперь предлагаю немножко поговорить о китайском гороскопе. Наверняка вы знаете, что у нас есть обычные знаки зодиака, там весы, рыбы, близнецы и так далее, а также есть восточный гороскоп. Это собака, лошадь, змея и прочие животные. Так вот, наступающий 2020 год это год крысы. И по-китайски он звучит так. Шу-нен. Шу-нен. Где шу-это крыса. Нен-это год. А вот как вы можете спросить у своего китайского друга, кто он по китайскому гороскопу. Ты относишься к чему? То есть к какому животному? Ни шу-шема? Ни шу-шема? А вот так можно ответить на этот вопрос. Например, я по гороскопу собака. ВО-ШУ-ГОУ. ВО-ШУ-ГОУ. А кто вы по китайскому гороскопу? Пишите в комментариях. Давайте научимся поздравлять друг друга по-китайски. И, конечно же, первое поздравление, которое приходит на ум, это с Новым Годом или счастливого Нового Года. Син-нен. Новый год. Куай-ле. Веселый, счастливый. Син-нен. Куай-ле. Син-нен. Куай-ле. И еще одно супер простое поздравление с Новым Годом, это хорошего Нового Года. Син-нен-хао. Син-нен-хао. В первую очередь в Новый Год хочется пожелать, конечно же, крепкого здоровья. Поэтому давайте выучим, как по-китайски сказать крепкого здоровья в Новом Году. Син-нен. Тело. Син-нен. 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 Син-н-хоо. Крепкий, здоровый. Син-нен-кан. И вот все поздравление целиком. Шен-н-ти. Цен-н-хан. Шен-н-ти. Цен-н-хан. Так, и далее. Мы, конечно же, в Новом Году обычно желаем изобилия, богатства, финансового благополучия. Вот самое такое популярное поздравление на этот счет. Кун-н-н-хи. Поздравляю, желаю. Фа-цай. Финансовое благополучие. Кун-н-н-н-н-н-хи. Фа-цай. И другое поздравление на ту же тему. Желаю тебе в новом году изобилия, богатства. Можно перевести как каждый год, из года в год. Изобилие, избыток. И вот все поздравления целиком. Кстати, именно поэтому китайцы очень любят в Новый год кушать рыбку. Потому что излишек и рыба звучат очень похоже. Следующее поздравление, наверное, больше подойдет для ваших начальников. Или для людей, которые занимают высокий пост. Или просто для людей, у которых есть свой бизнес. В новом году было бы здорово пожелать им, чтобы их бизнес процветал. Итак, вот наше поздравление. Ну и напоследок я подготовила для вас поздравление, которое вы наверняка много где уже встречали. Но все же оно самое топовое, самое распространенное поздравление, в принципе, с любым праздником. Вот как оно звучит. Можно перевести как 10 тысяч дел. Это буквально или в переносном смысле. Во всех делах, во всех начинаниях. Благоприятный, благополучный. Наверное, по-русски мы бы перевели это поздравление как Желаю тебе всего самого хорошего, чтобы все у тебя получалось. Ребят, специально для вас мы подготовили подборку новогодних песенок на китайском языке. Ссылочку оставим внизу. Обязательно пойте песни, учите слова из этих песен. И напишите нам в комментариях, понравился ли вам этот плейлист. И напоследок хотим поделиться с вами советами о том, что стоит подарить китайцам на Новый год или на любой другой праздник, а чего дарить не стоит. И начнем с последнего. Итак, ни в коем случае не дарите китайцам ножи или ножницы, то есть острые предметы. По китайским поверьям считается, что такой подарок может привести к ссоре. Также ни в коем случае не дарите хризантемы или не вставляйте хризантемы в ваш готовый букет, потому что хризантемы, как гвоздики в России, это цветы, которые обычно китайцы носят на могилу. И еще, ни в коем случае не заворачивайте ваш подарок в белую упаковку. Опять же, белый цвет в Китае и вообще в Азии считается траурным. Также в Китае не принято дарить часы или будильники, только часы, имейте в виду какие-то настенные или которые ставятся на стол, не наручные, просто часы. Почему? Потому что фраза сунг-чунг, сунг, дарить, чунг, часы, созвучно со словом сунг-чунг, провожать в последний путь. Поэтому китайцы часы не дарят. Также китайцы не любят дарить зонты, потому что слово зонг, сан, очень похоже на слово разлучаться, сань. А вот что стоит подарить китайцам. Во-первых, это что-то упакованное в красную бумагу, потому что красный цвет – это цвет счастья и благополучия в Китае. Также для пожилых людей очень здоровский подарок – это какие-то витаминки, добавки, в общем, что-то, что пригодится для здоровья. Молодым девушкам принято дарить косметику, особенно европейскую косметику, какой-нибудь прям хороший бренд, потому что в Китае эта косметика стоит баснословных денег, и китайские девушки очень любят закупаться в России и потом пользоваться этой косметикой в Китае. Для молодых людей отличным подарком будет парфюм или наручные часы. Помним, да? Наручные часы. Также хочу вам посоветовать подарить китайцам хороший, качественный шоколад, особенно российский, очень ценится в Китае. И из таких лайфхаков... Хаках? И из лайфхаков также подскажу вам, когда вы вручаете подарок или принимаете его, делайте это обеими руками, так вы проявите уважение к китайцу. И еще, ребят, в Китае не очень принято сразу же распаковывать подарок, поэтому не обижайтесь на китайцев, если они не распаковали подарок при вас и не выразили свои эмоции. Им все равно будет очень приятно. Ребят, а сейчас вас ждет сложное задание. Я поздравлю вас по-китайски, а вы в комментариях напишите, сколько фразочек, которые мы сегодня выучили, вы услышали в этом поздравление. Ну что, ребят, поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Желаю вам в Новом Году выучить много новых языков, например, китайский. Записывайте на бесплатное пробное занятие по ссылке внизу. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!